Необходимые инструменты для маникюра это обязательные пушеры. У них бывают разные лопатки по размеру, по форме и разные наконечники, такие как топорики, ножички, пики. Либо это апельсиновые палочки. Что делать с этими инструментами? Эти инструменты нужны для того, чтобы отодвигать кутикулу. Палочка она более мягкий продукт, одноразовый, ее выкидывать нужно после каждой процедуры клиента. То есть одна палочка, один клиент. Ее можно подтачивать для того, чтобы сдвинуть кутикулу. Вы можете обойтись апельсиновой палочкой, либо вы это будете делать пушером. Пушер продукт стерилизуется, многоразовый. Вот таким образом вы выбираете лопаточку, чтобы она у вас легко заходила под кутикулу. Обратите внимание вот на этот пушер. Смотрите, какой он большой. Я называю его лопатой для снега. То есть вот такой пушер я не рекомендую. Он самый дешевый и многие мастера думают, возьму, что подешевле. Тут как бы в цене не сильно большая разница, но я вам предлагаю сразу обращайте внимание на то, чтобы у него был острый край. И сама лопатка комфортно изогнутая прямо под ваш пальчик. Даже под самый маленький мизинчик она легко заходит. Соответственно, так же и на больших. Это что касается пушеров и палочек. Эти инструменты вам понадобятся. Обязательные фрезы для снятия материала, для коррекции. Либо керамическая, синяя, либо красная, в форме кукурузки. Либо твердосплавная. Тоже с синей, либо с красной полоской. Вот такими фрезочками вы не сможете травмировать клиента, так как у них нет острых краев. Далее. Фрезы для маникюра. Обязательно должно быть фреза пламя с острым наконечником. Обратите внимание, он не круглый именно, а острый. Почка. Это как шарик, скрещенный с пламенем. Видите, нечто среднее. И сам шарик. Диаметр желательно брать такой средний. Мелкий диаметр кутикулы будет плохо срезать. Крупный диаметр может не залезть туда, куда это понадобится. Вот. Поэтому вот такие вот фрезочки вам понадобятся для того, чтобы выполнять аппаратный комбинированный маникюр. И снятие коррекции. Можно использовать вот такой камень еще. Это на случай, если у клиента кожа на руках очень сухая. И вам нужно будет обработать сами пальчики еще. Помимо того, что вы по кутикуле будете им работать, но еще и вокруг пальчиков. Ножницы нам понадобятся для комбинированного маникюра. Как выбрать ножницы? У них должно быть очень острое и тонкое лезвие. Вот, обратите внимание, когда они защелкиваются, толщина, она сходит настолько, она тонкая, сходит на нет. Они очень хорошо подлазят под кутикулу и удаляют ее. Очень острые ножнички. Есть дешевый вариант. Обратите внимание на толщину. Видите, они как топоры. Ими будет очень тяжело срезать кутикулу. Вот такие ножницы, они вам понадобятся только для того, чтобы резать ими, например, наклейку разрезать, либо длину ногтей, когда вы срезаете ногти в маникюре. То есть для кутикулы вот такие ножницы не подходят. Вот она разница. Обязательно иметь тонкие кисти для прорисовки возле кутикулы. Это может быть любая, колонок, синтетика, все что угодно. Только не мягкие. У них должна быть степень жесткости для того, чтобы они рисовали, а не проминались. Вот, поэтому кисточки лишними никогда не будут. Можете набирать всякие разные. Вот, и выбирать уже удобные для вас. Вот такие кисточки. Ими хорошо будет наносить, либо вытирать, либо обрабатывать обезжиривателем в пазухах, либо наносить гель в укреплении. Такой похож на язычок, кошачий язычок их называют. Вот. Кисточки обязательны. Обязательно нам понадобится щетка для сметания пыли. У нее средняя жесткость. Самый распространенный вид щеточки для мастеров, вот такие вот маленькие, на пальчики которые можно надеть. Понадобятся нам также безворсовые салфетки, которые не оставляют ворса, чтобы вытирать липкий слой. Они есть вот такие вот прессованные, либо вот такие вот, похожие на фейбергласс. Ни одна процедура не начинается у нас без кожного антисептика. Это любые спиртовые кожные антисептики. Они могут быть в литровыми объемами. Для этого можно просто купить вот такой вот баллончик и в него налить. Либо берете маленькие и потом доливаете сюда литровыми. Также я люблю их наливать в помпочки. Мне удобно вытирать липкий слой, что-нибудь обезжиривать. Поэтому помпочки также можно приобретать. Я клею сюда название антисептиков. Обезжириватели нужны будут, чтобы обезжиривать кисти. Нам понадобится обязательно ультрафиолетовая лампа, либо LED-лампа. Ультрафиолетовая лампа самая простая. У нее есть съемные лампочки внутри. Но мне такие не нравятся, так как клиент должен сушить там свои нокаточки в течение двух минут. Можно от двух и до и выше. Вот. Поэтому такие лампы я не рекомендую брать. Так как клиент любит экономить время, я предлагаю LED-овские лампы, где вы сушите нокаточки в течение 30 секунд. Здесь таймер есть, сенсор есть. Вот. Вот эти лампочки, обратите внимание, видите, лампочки на выходе есть. То есть, когда вы кладете большой пальчик, он способен просохнуть. А у лампочек, которых нет на выходе ламп, вот таких вот мелких, у них большой пальчик, как правило, и не просыхает. Плюс, сквозные лампы для салона не рекомендуют, так как вы будете работать по ту сторону, вы можете положить кисточку, и она, если на нее попадет свет, может затвердеть, и вы выкинете ее. Поэтому выбирайте лампочки не сквозные, и чтобы на выходе обязательно здесь, вот они прям, видите, мелкие, вот, по всему периметру и на выходе. У них у всех съемное дно, снимаются они для того, чтобы сверху накрывать. Если вы будете работать по ножкам, то вы на ногу просто накрываете. Вот таким вот образом вы на ножку поставили, накрыли, и она сработала. Никакой аппаратный маникюр вы не сможете сделать без помощи аппарата. Поэтому такие называют машинки, дрели, как их можно еще назвать, вот. Сами аппараты могут отличаться и по цене, и по качеству, и по ручкам, и по дизайну, еще и по цвету. Вот. Как выбрать машинку? Я рекомендую сразу покупать качественные машинки, заводские машинки, которые будут работать с вами долгое время и будут приносить удовольствие. Посмотрите, у профессиональных машинок у них сам вес в ручке. То есть у них очень тяжелые ручки. Сам микромотор находится в ручке. Ремонту, вот, подлежит, замене подлежит. Корпус, как правило, служит долго, с ним ничего не случится. Самое главное, не ронять ручку. И вот здесь у вас все сокровище. Каждой машинке идет лапка обязательно. Для чего она нужна? Например, вы включили машинку. Вы сейчас хотите поработать по пальчикам. Нажимаете на лапку, она работает. Когда вам не нужна, вы убираете в стороночку и занимаетесь уже, делаете процедуру на пальчиках. Опять понадобилось. Вы опять включили, нажали. Скорость вы выставляете вот здесь. Если это работа без лапки, сейчас я ее отключу, переключу. То есть, чтобы вам нужно, процедуру вам нужно сделать какую-то, вы включили скорость, она у вас заработала, вы сделали процедуру. Далее отключили, поставили. Взяли, опять включили скорость. То есть, экономия времени, конечно же, с лапкой. Что касаемо скорости, девочки. Здесь есть минимум и максимум. Вот от середины до максимума вы работаете. Эта скорость нужна для того, чтобы делать, снимать материал, коррекция именно по материалу. Вот. Все, что от середины до минимума, это рекомендуемая скорость для выполнения конкретно маникюра, чтобы не перепилить ноготочки. То есть, вы делаете вот, вот в этом отрезке маникюрчик. Он не будет тогда прижигать, не будет травмировать. Вы сделаете потихонечку и аккуратненько. Когда мои студенты приходят, учатся, я им сразу выставляю серединочку, для того, чтобы они делали коррекцию. Далее, вот это расстояние я делю пополам. И вот на этом, на этой скорости, это примерно 5-6 тысяч оборотов, я работаю, чтобы выполнить маникюр. Вот. На этой машинке они с одного завода. Это одна и та же машинка. Это маратоны. Мы их очень любим. Они очень качественные, работают с нами очень много лет. Отличаются они корпусами, дизайном корпуса. Здесь кнопочка форварда, реверса спрятана. Вот. Здесь она выведена на лицо. То есть, вы можете видеть, на чем у вас, на какую сторону у вас работает фреза. То есть, либо на форвард, либо на реверс. Здесь буковка F. Форвард, Ре, реверс. Вы можете сейчас не путаться, не запоминать. Форвард, реверс, оно ни к чему. Самое главное, когда мы работаем на себя, я говорю, и кнопочка должна быть на нас. Когда мы работаем от себя, кнопочку мы тоже делаем от себя. Вот. Когда мы работаем на себя, она крутится в противоположную сторону, а мы при этом создаем такое ей сопротивление. То есть, мы работаем, а она сопротивляется. Когда мы работаем от себя, она прям катается. Вот, когда она катается, вы ничего не сможете удалить. Это хорошо, когда она катается, по нокаточку работать, чтобы убрать жир, глянец, но при этом она не спилит ногти. Вот. Но и маникюр вы не сможете сделать, если она у вас будет просто кататься. Поэтому, если вы путаетесь в форварде, реверсе, вы взяли пальчик клиента, у вас свой пальчик рядом, вы на себе посмотрели, куда она катается, а куда она сопротивляется. Вот. В основном эта работа на себя идет, на форварде. У левшей наоборот. Так как они работают левой рукой, у них все идет на реверсе. То есть, у них будет вот так она сопротивляется, а вот так она катается, бегает. Поэтому здесь положение только на ощупь можно понять. Вентилятор вещь необходимая, на ней можно сэкономить, пока у вас нет, но в дальнейшем его обязательно нужно будет приобрести, потому что вся пыль, которая попадает в мешок этого вентилятора, она может у вас остаться в легких. Поэтому, если вы себя любите, себя цените, вы обязательно себе приобретете и увидите, как кайфово работать с вентилятором. Потому что когда вы работаете с клиентом и спиливаете ему материал, вся пыль летит туда в мешок. Мешки одноразовые, либо их стирают мастера. Мешки продаются отдельно, они не такие уже дорогие. Вот, поэтому, чтобы не наглотаться пыли, вам обязательно понадобится в дальнейшем такой вентилятор, пылесос точнее. Такие жидкости, как дегидраторы и праймеры, они вам будут тоже необходимы, без них нельзя делать процедуру. Наращивание либо покрытие ногтей гель-лаком. Дегидратор это средство, которое убирает воду лишнюю с ноготочков. Она может называться, например, в разных фирмах по-разному. Здесь, в Гратоле, она называется Бондер-дегидратор. Где-то просто дегидратор, где-то Бондер. У него функция такая, чтобы высушить ногтевую пластину. Он забирает лишнюю влагу. Гидровода, дегидро, убрать воду. В магазине вам могут подсказать средство, какое называется дегидратором, чтобы не спутать его с праймером. Первое, что наносится на каток, это дегидрат. Второе, после дегидратора наносится праймер. Праймер бывает двух видов, кислотный и бескислотный. Кислотный, он резко пахнет уксусом, бескислотный он пахнет, но не уксусом. Но это не значит, что в нем нет кислотности. Некая доля кислотности, процент, у него все-таки присутствует. Праймером мы наносим, желательно наносить его только на половину ногтя, либо на треть ногтя. Я не советую наносить его в области лунулы, так как праймер, он не просто приподнимает чешуйки для более лучшей сцепкости, он разрывает ногтевую пластину, рвет ноготочки, тем самым база входит в глубокие слои ноготочка и там крепко держится на ноготочках за счет того, что праймер повторюсь не просто поднимает чешуйки, а разрывает. Вот, поэтому я люблю бескислотные праймеры, они могут также называться в разных фирмах по-разному, где-то это праймер, где-то это бондер, бондекс, вот, поэтому в магазине вам также могут подсказать. Базы, они бывают не только разные по консистенции, они бывают разные по цвету. Есть прозрачные базы, а есть камуфлирующие базы, например, бежевого оттенка, либо молочная база, на ней прямо написано «милк база», да, либо какой-нибудь с файберглассом, либо со стекловолокном, либо розовых оттенков камуфляжа, вот. Обычно я советую девочкам, мастерам будущим, всегда покупать обязательно разные густоты прозрачные базы под покрытие и разные по цвету камуфляжные базы, потому что, например, на мои загорелые руки, либо руки, которых есть, присутствуют оттенки красного, либо зеленого, я не советую использовать светлые розовые камуфляжи, так как на моих руках это будет смотреться не очень красиво, на моих руках будет хорошо смотреться бежевый гель, также и на белых руках, например, на фарфоровых бежевый будет смотреться не так красиво, не так выигрышно, как розовый, так как у вас клиенты будут приходить с разными оттенками рук и светлые и темные, вот у вас должен для них быть выбор, либо розовый оттенок, либо камуфляж бежевого оттенка, также нам понадобится топ, топовое покрытие, это топ без липкого слоя, глянцевый топ, далее вы можете приобрести обязательно вельветовый либо матовый топ, так как накоточки приобретают сразу такую матовую поверхность, либо резиновую, это очень красиво смотрится, и можно использовать топ с блестками, с микроблеском, вот, такие разные топы вам тоже понадобятся, матовый топ, либо вельветовый топ, он вообще дико как декор, поэтому накоточки желательно перекрыть сначала глянцевым топом, и только поверх него уже покрыть вельветовый, либо матовый, чтобы он точно уже не стирался, вот, многие мастера сразу на цвет наносят, но есть такой совет, как покрыть его уже на топ конкретно. Масло, масло тоже бывает разное, если вы посмотрите внутрь, то там есть пипетки, пипетками более эстетично пользоваться и гигиеничнее, когда вы капаете на кутикулу клиента, при этом не мажете его щеточкой, потому что если вы вдруг его порезали, и там была рана, то вы по этой ране можете пройти щеточкой своей, кисточкой, и далее поместить эту кисточку во флакон, то есть вы понимаете, что это негигиенично и неэстетично, вот такие вот щеточки, поэтому если приобрели щеточку, очень аккуратно по порезам не наносите, они могут быть разные, парфюмированные, когда долго ручки у вас будут пахнуть духами, все они идут с добавлением арома в масел, для того, чтобы отфотографировать красивые накоточки, замаслить клиента, чтобы он не видел всю эту пыль, которая осталась у вас в пазухах где-то в глубине ноготочков и кутикулы, масло тоже понадобится вам. Пилочки, пилочки разные по форме бывают, а также по абразивности, что такое абразивности либо грит, на них есть цифры 150 на 220 грит, грит это количество крошек на миллиметр квадратный, либо на сантиметр квадратный, то есть чем меньше крошек, тем грубее пилка, чем больше крошек, тем пилка мягче. Что она стоит, а значит с обоих сторон у них одинаковая поверхность. все, что идет от 180 и выше 220 200 220 240 это для натуральных ногтей. Все, что ниже 180 150 100 это для искусственного покрытия, чтобы пилить искусственное покрытие, так как такая пилка грубая может по ноготочку если вы пройдете она порвет ногтевую пластину. То есть вот это грубые пилки они для искусственных ногтей. Вот здесь пилочки можно использовать по натуральному ноготочку. Есть еще вот такие многоразовые основы. На них клеются вот такие одноразовые файлы. Когда вы файл приклеили, поработали с клиентом, далее вы ее сняли, выкинули, а основу вы простерилизовали, продезинфицировали. Они могут быть также разные по жесткости 180 грит. Как правило я беру для натуральных ноготочков. Они могут быть на вспененной основе такие мягкие, могут быть просто жесткие. Я их еще и режу пополам. То есть я не использую полностью весь этот файл. Я его режу пополам и приклеиваю только половину. и работаю только лишь половиночкой, так как вам нужно запилить только формочку. Если вам стоит задача прям попилить, попилить, то я использую вот такие одноразовые пилочки. Есть еще металлические пилочки. Я их люблю, причем они стерилизуются. Ими можно зайти в очень труднодоступные места под зону вроста ноготочка, чтобы вывести параллель. Поэтому вот такие пилочки я тоже очень люблю. Спасибо.